Такая, что, например, нам нужно, чтобы полиморфный объект был, чтобы он мог себя поменять, поменять свой тип. То есть, например, мы не знаем, кто еще может держать на него референс, на этот объект, но он должен обновляться, менять свое значение. Вот, например, в математике математические выражения. Если, допустим, нам хватало инта, precision, а потом внезапно у нас стало рациональное значение, дробное, и в результате деления, например. В таком случае автоматический тип может морфировать в новый тип, тип, там, ration, например. Если добавляется еще умножение на переменную, то может морфировать в тип expression, выражение. Ну, то есть, всем понятно, для чего это нужно. Если есть какие-то вопросы, можно задавать вопросы прямо по ходу презентации, в любой момент. Вот. Собственно, вот, например, перегруженный оператор, вы видите, возведение в степень. В результате variable – это переменная. Присываем объекту O, возводим в степень, и уже не переменной становится тип, а expression. Что ж, давайте посмотрим, как это реализовано. То есть, вопросы есть какие-то по слайду? Я думаю, что требует немного контекста какого-то дать, потому что непонятно, что такое тип expression. Ну, то есть, интуитивно понятно, но... Математическое изображение, в данном случае. То есть, это не C++ код тут написано. Ну, да, вот есть преимущество C++. Я тут перечисляю. Что, во-первых, это можно использовать вот такие разнотипные в контейнере. При этом мы экономим релокации хипа, уменьшаем сегментацию памяти, и можем использовать больше стек, что является кэш-френдли. Мы знаем, что чем больше мы помещаем в кэш-процессора, тем эффективнее производительность. Итак, как построить полиморфную иерархию? Ключевым моментом полиморфной иерархии является наличие метода BECAMP. Собственно, метод внутри объекта, который позволяет поменять его тип. Нужно также хранить значение оригинального выделения памяти, сколько было выделено изначально. И иметь возможность проксировать в случае, если невозможно выделить столько же памяти. Потому что объект может быть помещен на стеке, и мы не можем сделать релок. В этом случае мы храним указатель, который на память, который мы выделяем под уже новый объект. Вопросы по слайду? Какие-нибудь есть? Наверное, нет. Собственно, вот он, базовый класс, который это позволяет. Видим, BECAMP принимает по move семантике. То есть, этот же базовый класс является базовым классом объектов в иерархии. То есть, например, у вас на многих проектах может быть класс object. Или как в Qt, вы знаете, QObject есть. То есть, в нем можно размещать метод BECAMP. Значит, для работы с классом могут быть методы, которые возвращают по референсу. Принимают по референсу, возвращают по референсу. Они должны возвращать, просто оговорюсь, что лучше, чтобы они принимали референс на base и на другие классы, а именно на base. И возвращали референс на base. С чем это связано? С тем, что и принимаемый объект может морфировать, и как бы возвращаемый. То есть, сам объект сможет морфировать. Поэтому лучше, то есть, это как... Лучше как референс на object держать и больше оперировать в базовом классе методы именно такие. Это также связано с подходом в архитектуре. То есть, может кто-то слышал, что такое изменчивость. Есть отрицательная изменчивость, есть положительная изменчивость. Вот, собственно, положительная изменчивость, это когда мы не знаем о наследниках ничего, да? Вот. То есть, отрицательная, это когда вдруг в базовом классе появляется референс на какого-то наследника внезапно. То есть, это не очень хорошо читается, поэтому лучше придерживаться этого. Соответственно, константные, это те, которые не меняют значение объекта. Тоже лучше по референсу. Но возвращать они, естественно, должны по значению. Вот. Так, давайте рассмотрим реализацию метода Become, которая будет, собственно, делать морфирование. Предыдущим слайдам вопросов нет ни у кого? Ну, у меня есть вопрос, Сергей, а почему самая назва Become? Тобто, оно, как-то передбачено стандартом, или это довольно выбранная назва? Ну, да. То есть, Become переводится как стать. То есть, стать чем-то новым. Вот. Ну, это наиболее просто семантически подходящее слово. Подходящее слово. То есть, я прошу прощения, ты сам выбрал это, или это определено стандартом? Ну, стандарт, нет еще стандарта, который описывает. То есть, ты сам это выбрал, правильно? Ну, да, в общем-то, ну, кто-то может предложить более подходящее семантическое значение. Спасибо. Хорошо. А в чем новизна этого метода? Он возвращает, по сути, ссылку на тот же класс. Да, то есть, адрес всегда практически тот же самый, который и был у ZIS. Просто, единственное, что происходит, то есть, он может void на самом деле возвращать, ничего не возвращает. Но, что происходит, это то, что внутри ZIS меняется тип объекта. То есть, на самом деле, там может быть любой тип, не обязательно тот же. Что и базовый баз. Правильно, да. Когда мы принимаем по семантике перемещение, мы можем указывать наследника, точно так же, как референс. Мы можем передать по семантике перемещение наследника, когда принимаем по семантике перемещение базового. Правильно я понял вопрос? Ну, да. Хорошо. Собственно, метод BECAM. Давайте по строчке пройдемся. Вот. Что такое хэш? Я думаю, все понимают. То есть, в таком случае, когда у нас полиморфные объекты, нам, то есть, если нам нужны операторы сравнения вообще, в принципе, то лучше использовать хеширование, потому что усложняется логика сравнений. То есть, хеш позволяет перед тем, как пройти через сложную логику сравнений, сначала проверить, то есть, является ли сходным хеш. Он в большинстве, то есть, он чаще всего совпадает, то есть, он всегда совпадает, если совпадает объект, и тогда можно двигаться по логике. И очень часто он не совпадает, если не совпадает объект. Он позволяет ускорить процесс сравнения, по сути. Поэтому я его в методе become использую, то есть, соответственно, тоже проверяю, копирую. Вот. Что такое exp? Это указатель на объект в случае, если он не влазит в память изначально выделенную. То есть, по сути, для реализации фоксирования. Пока что есть вопросы или нет? Питание на рахунок хеша. Его отривайте для разных типов, чи есть какие-то порады, как его сгенерировать? Например, я хочу забеспечить, чтобы интола 1, 2, 3 вертали мне другой хеш, чем лестеринга 1, 2, 3. Конечно, можно. То есть, суть в чем, есть стд хеш, который используется в стд мап, и в стд мульти мап. То есть, мы просто в namespace стд реализуем хеш, который принимает объект нашего типа. Там string и int. И там, собственно, реализуем само хеширование. Например, в случае inta можно проксорить... Ну, собственно, хеш должен быть с std, поэтому в случае inta это будет просто int, я так понимаю. В случае, если string у нас, есть алгоритм хеширования стринга, очень удачный, и его можно найти в интернете. Но, в принципе, для std string хеш уже реализован в stl, поэтому мы просто вызовем std хеш. Хорошо. То есть... Давайте начнем тогда, собственно, с самой логикой кубиком. Проверяется в случае, если это был уже прокси, то мы просто-напросто... То мы, точнее, не просто-напросто, мы тогда проверяем, является ли прокси перемещаемый объект. То есть тот объект, который мы принимаем, может быть тоже уже прокси, и тогда нам достаточно просто указатель скопировать, и все. На этом наше перемещение будет закончено тогда. То есть это самый быстрый вариант. В случае, если уже был слишком большой размер, уже не влез объект, который перемещается, и этот тоже уже не влез. Но это не то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы объекты как раз... Там, где взялась переменная exp? Exp чуть выше. Смотрим. Там, где комментарий прокси. Видно мою мышку, нет? Наверное, нет, да? Видно, видно. Видно, но и нет. Exp нет, все равно. Хорошо, это zys. Zys. Ага, окей. Здесь мы видим, что объект того же типа имеет member exp и точка exp. Соответственно, у этого типа тоже есть member exp. Это он. Вот, ну, естественно, если нету такого совпадения ситуации, то, ну, когда прокси является и сам объект, и перемещаемый объект, то надо делать перемещение. И перемещается, тогда уже объект разадресуется. Через прокси разадресуется просто и перемещается уже по значению. Вот. То есть, ну, рекурсивно просто один вызов происходит. Ничего страшного в этом нет. Всего лишь один вызов рекурсивно. Вот. А сам указатель, видите, ресетится. То есть, как... Ну, естественно, не нужно. Так, если у нас... Вопросы есть еще сейчас или пока еще нет? Ну, пока что все просто. Я думаю, вопросов нет. Если у нас не прокси. Это, собственно, сама лыгка здесь находится. Если текущий объект еще не является прокси, то надо прямо напрямую в памяти перезаписать объект. По сути, все сводится к тому, чтобы вызвать в нем прямо деструктор. Правильно. Поэтому деструктор должен быть виртуальным. И перемещение произвести через placement new или любым другим удобным способом. Ну, здесь в данном случае, в первую очередь, что у нас делать, это size трекать. То есть, надо проверить, какой был size. То есть, еще в базовом паттерне появляется обязательный метод getAllocationSize. Как мы видим. Там будет потом список этих методов, которые нужно добавлять в базовый класс для полиморфной типизации. Сохранили size. Смотрим, какой будет size. Вызываем еще один метод. Появляется getTypeSize. Ну, в getR обычно. То есть, getAllocationSize у нас хранит размер, который был выделен изначально первым объектом. А getTypeSize возвращает размер текущего типа объекта. Чем понятна разница? Если есть вопросы, можете останавливайтесь, спрашивать по ходу. Ничего страшного. В принципе, тут все просто. У объекта, примещаемого, есть свой тип. И у него, соответственно, есть свой размер. Он просто там возвращается от Type-Off. Дальше будут темплейты, которые позволяют это реализовать. Проверяем, если размер подходит в эфи. Достаточно размера для нового объекта. То добавляем еще один метод new. Метод new нужен для того, чтобы принять указатель и туда, собственно, выделить память типа у этого входящего объекта. У него есть тип. Мы его не знаем. Правильно? Ну, то есть, мы можем его идентифицировать там по Type-ID, например. Но гораздо быстрее работает, если мы просто вызовем виртуальный метод new, который в темплейте определяется для каждого целевого типа. То есть, есть темплейт контракта. Дальше будет... Вот он. Я дальше о нем расскажу. И этот... То есть, в контракте будут реализации методов, которые должны быть во всех наследниках. Вот этого вот типа. Ну, я думаю, всем понятно, концепция контракта. Правильно? Ребята, если вопросы есть какие-то... Не стесняемся. Вот. Ну, то есть, мы проверим, если достаточно размера. Хип-локации мы не делаем никаких. Делаем сразу же стек. Ну, все в стеке по умолчанию пытаемся сделать. Вот если размера не хватит в стеке, тогда может добавить сюда специальную логику какую-то. Но тут надо оговориться, что перемещение происходит через временный объект. То есть, дополнить. Ну, в данном случае через буфер. Почему это нужно? То есть, это неочевидный такой момент. Многие могли бы задать этот вопрос. То есть, почему бы напрямую сразу не переместить в ZIS и все, да? Почему нам нужно сначала перемещать в буфер, а потом из буфера в ZIS? Ну, тут все просто. То есть, перемещаемый объект может быть каким-то косвенным мембером текущего объекта. И если мы текущий объект уничтожим перед тем, как сделаем перемещение, то уничтожится объект, который нам надо переместить. Тоже. То есть, вместе с объектом V, который надо переместить, то есть, вместо которого, тогда уничтожится еще объект, который надо нам переместить. Если он мембером является. Поэтому сначала надо сделать лишнее перемещение объекта, который надо принять. Мы его тут перемещаем в буфер. А потом уже делать перемещение в сам ZIS. Вот. В остальном, логика, в принципе, достаточно тривиальная. Я думаю, понятно. Вызываем деструктор у ZIS, вызываем new. Сначала у... Сначала new вызываем, чтобы переместить в буфер. Потом вызываем new, чтобы переместить в ZIS. То есть... Тут в комментариях видите, да, написано, что new – это виртуальная функция для placement new. То есть там, по сути, просто хранится информация о челт-типе. Вот он реализован. У меня на разе есть одно вопрос, которое, ну... Тут просто placement new вызывается. Да-да, вопрос, конечно. Я, в принципе, просто такую логику, але для чего прокси? Что выполняет прокси тут? Я что-то пропустил, а позже станет зрозуміло, или как? Да, пропустили. Маленькая была ремарка, что для чего нужен прокси, если не хватило памяти в целевом объекте. То есть... Ну, целевой объект – это тот, в память, которую мы перемещаем. Правильно? То есть... Вот в ZIS изначально был, например, вызван new, да, чтобы создать ZIS. И этот new выделил памяти, допустим, пол килобайта, так? И нам теперь надо в него переместить объект размером 1 мегабайт. Ну, там наследник сложный, допустим, добавили кучу мембров. Я утрирую, конечно, но в суть вы поняли, что в изначальное выделение памяти не влезет. Правильно? Я зрозумел. Останье – это else, да? Как раз там. Not enough space use heap and proxify. Да-да-да. Ага, дякую. Все, я зрозумел. Классно. Да, если что спрашивать, не стесняйтесь. Мне хотелось бы, чтобы все все поняли. Ничего страшного, если презентация немножко затянется. В общем, proxify – это такая интересная штука. То есть, если вот я только что описал new, у нас было, то можно сделать реаллог. Есть такая команда реаллог, в принципе. Но мы не знаем, был new, или это статическая локация памяти, или это стэк. Ну, в случае стэка мы, естественно, реаллог никакой сделать не можем. Правильно? Соответственно, приходится делать проксирование. Хорошо. То есть, понятно, что если размера хватает, то мы сначала перемещаем в буфер с помощью вот этого new. placement new выделяем память, удаляем сам объект this, и placement new делаем внутрь this из буфера. Устанавливаем размеры локации, такой же, какой был, потому что в результате перемещения он перезапишется. Вот. Мы его перевыставляем в тот, который он был у this оригинального. И вызываем метод optimize. Это ключевой метод морфирования. То есть, вся логика по морфированию у меня в данном случае происходит в методе с названием optimize. Но можно назвать метод morph, если хотите. То есть, это семантический, тут можно уже более подходящее какое-то значение названия выбрать. Вот. Ну, у меня для математических выражений optimize больше подходил. Почему всю логику по морфированию лучше перемести в отдельный метод? Так получается... То есть, на самом деле, логика может быть в других методах. Но, если мы хотим, чтобы морфирование происходило во время перемещения, во время вызова метода becam, то лучше, то есть, вот эти правила морфирования запрограммировать, которые нам нужны во время перемещения в метод optimize. И тогда вызывать этот виртуальный метод внутри becam. Вопросы есть какие-то? Вопросов пока что нет, да? Значит, в случае, если размера не хватает, да? Что мы проверяем? Мы проверяем, если есть проксируем... Если это прокси и у прокси хватает размера. То есть, если у текущего объекта не хватает размера, но он является прокси, и у целевого объекта этого прокси есть размер, то не проблема, вызываем becam у проксируемого объекта. у целевого объекта прокси. То есть, по сути, все понятно. Там тоже рекурсия один как бы шаг, она не может быть циклической, так что без проблем можно сделать рекурсию в наивысоке. Вот. В случае, если это не прокси или у него недостаточно размеров прокси, то делаем, собственно, создаем прокси объект. Такое задание, а тут вот это самое стосовно остального else. Если это прокси, места не хватает, то прокси снищаются в деструкторе, правильно? В данном случае прокси – это shared pointer. Ага, и размер трека. Почему не unique pointer? Потому что, во-первых, copy-on-write, во-вторых, помимо перемещения и become, есть еще копирование и тому подобное. и если реализовать copy-on-write с помощью шарп-катеров, получится нечто типа паттерна flyweight, что может еще ускорить на каком-то этапе оптимизации. Вот. Move. Видите, используется метод move. Это тоже часть контракта. Он нужен, как и new, который вызывает placement new, нужен для того, чтобы знать об объекте целевом, то есть upchild, хранить информацию, чтобы вызвать move именно с информацией upchild, чтобы все его мембры муфнулись. Вот. Собственно, тоже вызывается destructor и вызывается placement new. Примещаем объекты. По той же самой логике, что делает move? Он возвращает указатель. Он выделяет в хиппе память, возвращает указатель с этой памяти. Тут, кстати, в комментах все написано. То же самое, что нужно сначала муфнуть, а потом удалить this. По той же причине, что this может хранить то, что мы movаем. То есть перемещаемый объект может быть мембром this. И чтобы в таких ситуациях все работало, в любых ситуациях все работало, реализация этого паттерна должна обязательно заботиться об этом. То есть сначала переместить, потом удалить this, потом опять переместить this. размер ну и соответственно размер тоже. looksize выставить размер потому что он перезапишется во время перемещения. Сделать все необходимые морфирования. Я не знаю, а где инициализируется этот box изначально в конструкторе он по умолчанию вызывается конструктор по умолчанию shared pointer, который нувом инициализирует. А, в этом вэлси имеют, да? Да, да. Он написан в комментариях что useproxy где он инициализируется наверно в каком-то из этих специальных методов, да? Да, в конструкторе valuable он инициализируется. Конструктор valuable принимает указатель на вот этот вот base object valuable. У меня просто base называется valuable. и конструктор смотрится соответственно сам конструктор он просто вот вот эту логику все хранит и прокси он сам собой является. И естественно когда в него перемещают объект с указателем на valuable то это реализация конструктора инициализирует прокси. я бы там не сказал но в принципе да. дело в том что valuable надо проинициализировать еще много других мембров какие-то которые тоже нужны например хеш там и тому подобное все это в базовом объекте тоже инициализируется поэтому я вызываю конструктор для инициализации прокси. То есть а какой тип вот этого прокси эксп какой тип да можно просто допустил начале да тип шарет птр на valuable на базовый этот объект они могут храниться как в самом объекте так и в экспе либо то либо то что-то одно то есть в случае если они хранятся в экспе то соответственно методы базового объекта они проверяют вот эту проверку и проксируют если эксп не установлен если это не прокси то соответственно в базовом классе методы вызваться и не могут они вызываются виртуально у целевого класса то есть эксп инициализируется в конструкторе копии да эксп инициализируется вот здесь в конструкторе available либо вот здесь когда мы его напрямую присваиваем в случае если у нас ситуация была прокси прокси то есть в конструкторе он остается нулевым а в конструкторе копии там где написано move in proxy object это конструктор копии он инициализируется там где там где написано что move in proxy object правильно да это какой конструктор да давайте я покажу действительно этот конструктор в принципе этот как раз скот стену хочу показать это значит вот тематика valuable вот он вот здесь конструктор который принимает указатель на valuable он видите очень очень простой проще показать чем объяснить он действительно просто устанавливает вот прокси объект вот для примера какой-нибудь оператор например плюс равно что мы делаем мы проверяем если прокси вызываем у прокси этот метод вот эта штука нужна чтобы устранить результаты где прокси объект сам становится прокси объектом вот при правильной логике в принципе часто но не обязательно но я тут оставил иначе невозможно то есть это assert по сути этот имплемент вы видите это означает что надо реализовать это в наследнике этот метод просто что его там не хватает вот суть в чем что только вот в базовый объект может в базовый класс может что-то прийти только в случае если он прокси чтобы он просто пропроксировал перебросил вызов и все иначе эти методы переопределены в наследниках вызываются там то есть оно быстро работает то есть только в случае вот прокси у нас есть небольшой overhead по проксированию иначе собственно произвести морфирование В оригинале метод become выглядит вот так вот, ну почти точно то же самое. У меня тут дополнительно еще проверяются только пару мембров. По сути тоже самое логика, это вполне универсально получается. Вот MemoryLoyalт по просьбе трудящихся, по просьбе был создан слайд MemoryLoyalт, меня попросили в этом самом чате. Сначала у нас, вот видим слева первая ситуация, когда был просто выделен какой-то объект, на стеке или в хипе, неважно. Вот он в квадратике, это область выделенная, закрашенная Мажентом, это заполненная. То есть это allocation size, а это size объекта. Сначала они совпадают. Потом у нас произошло допустим морфирование с даунсайзингом. Был у нас сумма была какая-то, а стал int упростилась сумма в результате оптимизации. И стал layout проще. То есть у нас MemoryAllocation остался прежний, никаких удалений памяти и выделений памяти не было сделано. Была просто реалокация внутри памяти объекта. Ромер чуть-чуть уменьшился, видите, занимаемый. Вот, а следующая ситуация, когда объект стал больше, перемещаемый. Тогда объект стал занимать чуть-чуть места под прокси. И этот прокси уже указывает на новый объект в хипе овоцированном. И последняя ситуация, когда мы опять становимся суммой, например, тем же типом, который был в самом начале. Вот, значит, прокси удаляется в деструкторе, шеред поттер высвобождается и in place заполняется память опять содержимым уже нового целевого объекта. Ну, четвертый вариант, я так понимаю, просто частковый вариант другого, правильно? Да, можно так сказать, да. Я вижу, что разные стрелки и разного кольора может что-то не было, а если так, то так. Доброе, дякую. Ага. Да, стрелки просто... Одну стрелку, я думаю, пропустить, наверное. Доброе, дякую. Такой вопрос, сегодня, может я что-то пропустил? Ну, а зачем надо прокси? То есть, что там не имеется в одном объекте, тогда не надо будет поддерживать эту косвенность и, как бы, ну, будет проще там... Ну, логично. Полностью с тобой согласен. Значит... Павел, да? Тут... Да-да-да. Тут все просто. Нам, если мы хотим, чтобы всегда вмещалось, чтобы не надо было. Я с тобой полностью согласен. Я так и сделаю в себе. Я просто смотрю там, допустим, можно стать и кассертом законстрейнтить или еще чем-то. Просто смотрю самый большой размер объекта и его использую в качестве буфера, да? Например, какого-то. Вот этого вот буфера, который... Сейчас покажу. Это было на предыдущем слайде. Вот этот буфер здесь. Вот. И тогда мы можем через буфер пронести это дело и алоцировать. Но мы можем это сделать только если изначальное алоцирование было достаточного размера. То есть, мы не можем... Понимаешь, у нас может быть вообще библиотека. Мы пишем библиотеку, которую кто-то использует, кто-то нового наследника реализовал, который явно больше будет. И в этом случае без прокси уже совсем никак. Вот. А так, ну, можешь первым объектом, там, сложный какой-то, вот, или сделать с помощью алоцировать, допустим, объект и ему задать, ну, allog size. Ты буфер достаточного размера делаешь, и через allog size сетаешь ему размер этого буфера. И тогда будет достаточный размер для морфирования. Так, можешь просто упростить эту всю штуковину, просто всегда иметь в виду, что вот этот главный объект просто будет такой технический, а вот в проксе будут самые основные данные, тогда не будет, ну, меньше info всяких будет там. То есть, есть референс за данные, ты туда пихай всё, что хочешь. Ну, так не получится, потому что у нас очень много логики будет сконцентрироваться в одном объекте, и, по сути, это будет уже pattern-god object, причём не лучшее его проявление. Как мы видим, base объектом, в принципе, тоже может быть god object вполне, потому что он себе перечисляет методы виртуальные, которые будут реализованы в наследниках. Вот, но в твоём случае то, что ты описываешь, нам и логику всё ещё придётся переместить в god object. И тогда уж это будет не совсем OP-подход. То есть, у нас может быть наследников очень много разных типов, ну, как в математике, там, expression, может быть, что там, константы какие-то, могут быть закоденные, переменные и так далее, и так далее, там, интегралы всякие там подобные, всё что угодно может быть. Мы же не можем всё впихнуть в один базовый объект. Всю логику. Поэтому мы реализуем вот базовый объект, реализуем контракт его использования, и используем этот контракт, чтобы реализовывать наследников. Ответил на вопрос? В принципе, да. В принципе, да. Хорошо. Спасибо за вопрос. Тогда двинемся дальше. Вот контракт. Сам контракт, шаблон контракта, вот на этом слайде. Ну, он достаточно простой. В принципе, у него всего лишь только есть метод клонирования, который делает клонирование с информацией о самом объекте. наследники. Просто, чтобы это не копипастить во всех наследниках, эти методы, мы их реализуем в контракте. По сути, контракт это, ну, такой силы входа от копипаста. Мы гарантируем работу, работоспособность полиморфной типизации с помощью этого контракта. То есть, любой наследник обязан наследоваться от этого шаблона. Указывает туда себя. Child. И все будет работать. Значит, тут реализован getTypeSize. Информация о целевом типе. Реализован метод move. Тут конструктор копирования у меня используется. То есть, конструктор перемещения. И реализован метод new, который выполняет placement new по заданному адресу. Тоже. То есть, как видите, все эти методы используют информацию о целевом типе. И, то есть, так можно понять, нужно ли включать что-то в контракт или нет. Если он использует информацию о целевом типе, то нужно включать. Если не использует, то лучше не включать в контракт. Лучше включать его в реализацию базового типа. Можно для этого выделить отдельный класс. Вот у меня, допустим, так и есть. Valuable descendant base есть. А есть valuable descendant contract. Там базовые реализации каких-то виртуальных методов есть, которые по умолчанию должны быть, так скажем. Вот. Сейчас, в частности, могу показать. Несложно. CIEL1. Qu 하니까 Аtl.... невнимум saisимым. Четыре демьерDER. --" accidentalprov音 condition." Cookierip congressñana. В экологии сениями не очень помогает подготовить подход контуру현. типе child поэтому все его реализации размещены здесь все что с информацией о целом типе контракт тоже можно модифицировать можно сделать контракт более сложный например для коллекции или там для каких-то специфических конфигураций например контракт для пар ну там типа std pair вот для бинарных каких-то конструкций математически что ж вот такая вот презентация такие слайды вопросов студии пожалуйста про на понимаю адрес указателя здесь не меняется совершенно то есть ты просто перезаписываешь этот область памяти совершенно точно случае вот прокси правда мы перезаписываем область память прокси объектом который указывает на новый адрес тут уже хипа локация происходит почему мы так пытаемся избежать лишних хипа локации ну не то чтобы это здесь являлась ключевой причиной вовсе не но почему это полезно потому что каждая хипа локация является собой какую-то операцию поиска свободной памяти с какой-то асимптотик пусть даже очень хорошая симптотикой а в некоторых операционных системах это может еще и приводить к дополнительным маппингом страниц памяти что переводит в режим ядра переход в режим ядра как известно производится с помощью технологии гейтинга может это слышал про глобал дескриптор стейбл дите это таблицы дескрипторов это аппаратная реализация контроллера памяти то есть она хранится в мэмри контроллер используется для того чтобы настраивать страницы памяти то есть какие страницы на что мапятся с юзер процессор на какие адреса какие страницы физической памяти мапятся на какие логические адреса вот то есть понятное дело что все эти переходы в корнел вообще вот эти вот гейтинги они очень медленно работают их по возможности надо избегать программа я имею ввиду избегать надо только в программах которые в которых важна производительность естественно в библиотеках обычно всегда важна производительность еще вопросы есть я может конечно пропустил но я не зрозумел где именно начинается перший виклик бики клей именно меняется тип вот во второй части на этом слайде вот вот эта точка розовая видите я думаю я мая на вазе не прослайд про конкретное використание данной технологии я понял давайте я запущу небольшой тест может да покажу можно не запускать просто показать в принципе например эксперимент решен очень простой тест значит пока что расскажу вот это вот два нижнее подчеркивание и я уже рассказывал в чате что это перегруженный литерал то есть литералы теперь перегружать можно не только строковые но и винтовый например там лонг есть четыре формы перегрузки литералов я вот их использую чтобы сразу же задать тип константы тип вот этот или был который начнем сначала просто интеджер вот это же а в результате возведение в степень 3 у нас сначала в результате возведения вызовется перегруженный оператор по интеджере возведение степень и по возможности все произойдет прямо в этом объекте в данном случае так и будет но если возведение будет в степень например с переменной или вот как здесь эксперимент давайте сразу подобрать посту тут сначала у нас x это тип объекта вере был вот она верить был является наследником тоже этого тоже полиморф найти вот мы у него вычитаем 2 уверен было вычитаем давай перегружать перегруженный оператор вызывается который плюс равно верила минус равно через boost оператор там называется плюс равно использую пуст оператор с которой который выполняет ну реализует множество операторов и приводит переводит их вызовы в более небольшой набор оператор например реализованные внешние френд функции для пенарных операторов тогда очень полезно в результате появится сумма вот он сам морфирует в сумму сейчас я покажу хедер суммы вот сумма использует контракт для коллекции модификацию контракта тут тоже есть операторы с это рисом вот этот объект значительно больше чем переменной правильно в памяти уже не влезет в той же и получается в итоге прокси проксируется это в сумму то есть вот это первый вариант это был переменная мы вычали двойку у нас получился третий вариант прокси потом мы еще возвели в степень дополнительно что происходит при возведении степень сейчас посмотрим вот это вот пуст оператор сработает с абстрактиву видите проходим через абстрактиву оказываемся в операторе сначала минус оператор вызывается а потом плюс равно пропустили уже этот момент сороба тоже возведение в степень идет сейчас зайдем вот возведение степень уже видите идет через прокси потому что там уже сумма заходим через прокси уже попадаем в реализацию базовых виртуальных реализаций мы по умолчанию реализация по умолчанию просто создает полиморфный морфирует в экспонентейшн экспонентейшн это возведение степень то есть мы сейчас будем морфировать сейчас зайдем посмотрим как она морфирует это создается базовый контракт для пинарных операций вот и заходим в бекам в данном случае чтобы из суммы морфировать экспонентейшн у нас получилось как получилось следующая четвертая ситуация у нас мы не от из этой суммы морфируем экспонентейшн памяти у нас хватило потому что вы либо занимает памяти столько же сколько экспонентейшн памяти не хватило памяти высвобождаем объект делаем перемещение а то есть просто прокси перри присвоился оно должно было бы по идее сюда зайти это потом потому не зашло что и у нас не прокси вот поэтому и тут появляется морфинг в результате морфинга она опять станет оптимизированной суммы называется метод морфирования экспонентейшн сначала оптимизируем оба мембра вот сейчас зайдем что-то глюканул дебаггер суть в чем что в результате морфинга опять экспонентейшн стал суммой на самом деле экспонентейшн тоже прокси оказался у нас мы увидели и сумма тоже будет прокси то есть он вот в эту память перезапишет ну у прокси там памяти должно быть достаточно а питание ну я думаю что для меня это питание как раз в том для чего это все и затянулось то есть есть у нас например variable и в результате каких-то там использования в виразах перетворяется например в сумму в объект суммы так вот шо собою являет объект суммы чим він відрізняется від value той же суммы то есть він шось він додатково дає ну є ще экспонентейшн я бачу є ще наверно экспрешн шо вони собою являють вот сумма наприклад сумма собою являет коллекцию потому что переменная то есть она оптимизируется вычисляется но если у нас есть переменная то до конца мы ее вычислить в интеджер не можем мы можем ее вот так вот и оставить x минус 2 она будет ну а вона коллекция своих доданки да а шо це дає ну який від цього в том что мы можем делать потом вычисление дальше эволююшн то есть например то есть как мы уже заговаривали про виртуальные вот эти вот констэкс про виртуальные да то есть например нам надо решать уравнение просто решить уравнение да и скажем третья степень или четвертая еще лучше там сложная формула вот мы закодили полностью эту формулу написали формулу легко было но что мы сделали мы на этапе компиляции повызываем виртуальные вот эти методы констэкспорт в результате чего общая формула оптимизируется упроститься как ну как можно только и минуя лишние объекты все вот эти промежуточные состояния которые мы в переменных вписываем вот это все как будто бы сквошница будет сразу же результирующая в результирующий объект нам на рантами останется только эвол вызвать подставить туда в переменные заменить переменные назначения и высчитать оптимизация профит Тобто все это затевалось для того чтобы робити таки компайл тайм обчислення Чи может есть еще какие-то рантайм конечно же дает очень хорошее преимущество естественно давайте посмотрим что можно делать например есть еще другие тесты ребят еще есть вопросы как то да она справдится основное западание то что мы зараз вам говорили ну например с помощью этой штуки можно решать систему вот там есть реализация экстраполятора с помощью полиморфной типизации для чего мы хотим это что использовать вот мы поговорили с техлидом R&D во Львове по искусственному интеллекту у них есть нейронные сети большие и сложные RELU то есть они не сложные они простые просто они многослойные там много элементов RELU вот мы с ним пообщались и он сказал что мы можем вот эти вот многослойные системы с использованием вот этой полиморфной типизации сделать один слой получить один полином у которого будут большие коэффициенты просто то есть точность повышена там будут не интеджеры они в результате оптимизации общего математического выражения нейронной сети упрощаются и станут там большие cpp-инты но их станет мало чуть-чуть там то есть один слой останется если нам для распознания голоса нужно 4000 слоев посчитать на видеокарте то мы можем потом вот эту вот нейронку загнать в эту штуку прям на рантайме можно и оптимизировать ну или там в фоне оптимизировать это получится как будто бы компиляция то есть сама нейронка нам нужна для того чтобы продолжать обучать ее вот видите решила систему уравнений вот а выражение само нужно оптимизированное уже для того чтобы использовать результат обучения на рантайме понимаете мы можем на CPU вообще читать огромные нейронные сети и вообще не париться и можем обучить нейронку и попытаться ее в Arduino или в Raspberry Pi вообще запустить или на телефоне запустить суть в чем что оптимизация улучшает асимптотики мы можем используя поиски там экстренумов минимумов, максимумов, да можем сразу же высчитывать формулу там оптимального поиска пути или там тому подобное для чего это еще может быть использовано как вы думаете в общем много для чего можно использовать главное просто ну на самом деле вопрос основной для чего может быть использована полиморфная типизация я думаю в этом больше вопрос потому что это в тему как бы презентации то есть для чего использую я для реализации математического аппарата задача очень нужна и полезна самое как бы основной для меня для чего ее можно использовать вообще но вы уж тут постарайтесь как-то больше подумать в своих проектах насколько это может найти такой паттерн применения паттерн очень простой у нас есть у нас есть базовый интерфейс его надо реализовать вот он метод метод become become по сути можете хочешь копипастить и вот эти вот в контракте new move optimize из getSize то есть очень простой паттерн по сути да он новый да он мало где использовался я бы его использовал в джаваскрипте например реализация движка джаваскрипта то есть умножишь как бы джаваскрипт это прототипный язык и там действительно объекты так морфируют и можно не париться с менеджментом этого всего просто реализовать джаваскрипт обжект на c++ вот сделать просто байдинги как write and boost знаете и будет быстро работать хорошее обосновление еще вопросы есть какие-то сервей можешь вернуться к частому слайду вот если у тебя допустим есть пять объектов они занимают допустим пять байт а потом ты их уменьшил после каких-то детства они стали занимать 4 байта вот этот байт который освободился он как-то будет за использованный ну как сказать в принципе как сказать ну если тебе это сильно нужно то я могу рассказать как это можно резать но вообще идея как раз в том чтобы экономить на выделение и освобождение памяти экономить производительность а я тебе скажу что очень очень эффективный по памяти получил целка не имею ввиду к тому что той подкупает того пас памяти который ты освобождаешь она потом как-то за используется или нет после освобождения объекта то есть вот это вот то есть вот это вот ты мишеда в третьем ну я имею ввиду второй кота когда у нас уменьшается объем 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 объекта и освобождается память а потом за это это идет следующий объект на будет использована при следующем бекам то есть если будет достаточно объекта то видишь через один беком в четвертой колонке видишь она опять используется я думаю питание было в том а чила цивиль на область памяти че я не займае якийсь инший объект то че гарантуется что она будет перевикористана поточным объектом якось так ну конечно если она выделилась этой операционной системой или компилятором гарантируется да то есть суть в чем что неважно где вы этот объект алоцировали в конст экспорт в статик в стек или в хип все равно будет гарантироваться что эта память может быть переиспользована при следующем бекам мы будем ждать реализации реализации вертол конст экспорт говорят что в четвертом вести она уже есть попробую очень серьезную задачу какую-то которая считается час например я ее сделаю и в компайл тайме получается на все посчитает она рантами уже просто будет использоваться и мы она будет использоваться с помощью рантайм данных и покажу в принципе как как круто какой это бенефит может давать вот а пока я так понимаю что мы уже за овертаймили потому что времени уже почти час прошел скоро единственное что возможно про ханечко там виложить який код чтобы поделиться еще его не спеша это может зашарю тогда презентацию и ссылку на код окей и так остаточное это как бы для себя подсумеваетесь получается что ты можешь за допомогою у всех вот evaluable изменений написать экспрессион который потом присвоится к кинцевой измене и в этой кинцевой измене будет какой-то метод на рассчитанах то предоставить экспрессион в зависимости от того как будет значение иметь эти изменения или как имеется в виду оптимизацию проводить да типа того там есть еще метод eval evaluate он специально для перемен у меня реализован сейчас покажу eval он очень простой по сути ну вот еще проще eval который по значению то есть он просто смотрит текущий тип если это переменная в каком случае это переменная ну класс текущий это переменная как минимум должен быть значит в других классах там другие реализации eval если это переменная так вот равно оператор сравнения там внутри хеш проверяется то мы что тут делаем мы перемещаем просто вот этот вот и тут можно уже напрямую перемещать на самом деле потому что я показывал как я уже это пофиксил что объект может быть при объекта ну в общем суть в чем что мы просто делаем become и переменная прямо внутри выражения большого огромного это становится интересующим нас выражения вот этим а тут просто не семантика перемещения поэтому я копию делал вот чтобы чтобы в become по семантике перемещения сначала копирую это выражение а потом перемещаю копию ну если посчитать то есть это одинаково эффективно как копировать просто так практически вот если мы посмотрим eval например у суммы то он пробегается по элементам а он кстати реализован прямо в контракте для коллекции если посмотреть eval суммы он пробегается по коллекции и делает то же самое каждого элемента просто вызывает eval смотрит если элемент поменялся то вызывает его оптимизации и заменяет его в коллекции в интегере я его вообще очень просто реализовывал он ничего не делает ну на сути я думаю ясно правильно у интегера реализации eval прямо в реализации базовой для виртуальных методов по умолчанию вот здесь наверно а нет она не здесь она сейчас посмотрим да не было вот значит нет здесь нету значит все таки в интегере Должно быть, просто она в хедере. Вот хедер и вау. Ну, в принципе, это логично, если пустая, то можно в хедере просто. Вот она, реализация вау и интегра. Ничего не делать, потому что там переменная быть не может. Фракшн, например, она вызовет и вау у обоих элементов. Вот это наверняка в контракте тоже реализовано для бинарных операций. В общем-то, код я еще раз расшарю, наверное, ответом на приглашение на презентацию на сегодняшний appointment event. И презентацию тоже расшарю. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, презентация всем понравилась. Вот. Спасибо. Спасибо.